Канаш, Вологда, Ульяновск. Эти города, пусть и в дистанционном формате, объединил интерес к цифровым чудесам. Скрэч-триатлон соревнований в IT-сфере проходит уже второй год подряд. Идея создания площадки за нашим регионом. К тому же именно в 2020-м дистанционное обучение и интернет захватили внимание детей. Пришлось импровизировать, а как итог, больше 100 ребятишек заново влюбились в создание программ. Прошлогодний опыт оказался довольно-таки удачным, поэтому в преддверии Нового года, в этом году, мы опять решили провести такое соревнование. И Кубе, опять же, Вологда и Канаша нас поддержали. Очень хотелось с нами поучаствовать и Благовещенск, но, к сожалению, шесть часов разницы, пока мы не придумали, как провести с ним. Но я думаю, в следующем году мы найдем способ привлечь их к нашим соревнованиям. К Новому году приурочен не только повод проведения триатлона, но и тема заданий. За 40 минут дети должны написать собственные программы. Наперекор стереотипу, что техническая сфера лишена творчества, участники дают волю фантазии, создают новогодние украшения, заставляют предметы мерцать и двигаться. При этом авторам от 7 до 12 лет увлечены как девочки, так и мальчики. Мы будем делать такую, так сказать, открытку, где дед порой должен подойти к елочке, сказать, раз, два, три, елочка горит. И вот эти вот шарики, когда мы нажмем на выключатель, вот эти шарики примут красный цвет и перестанут двигать. Готовиться к подобным конкурсам дети могут войти к Кубе на базе УГТУ. Пространство постоянно модернизируют. Благодаря соглашению о дальнейшем сотрудничестве между Агентством технологического развития и ведущей IT-компанией открыта новая площадка. Плюс остались обе стороны. Дети получат компетентных педагогов, предприятия, квалифицированных сотрудников в будущем. После обучения молодые таланты смогут наравне с профессионалами работать над созданием интернет-магазинов, разрабатывать собственное оформление сайтов. Это как раз пример сотрудничества с IT-индустрией, с ведущими ульяновскими IT-компаниями, когда мы совместно с нашими коллегами разрабатываем образовательные программы, когда сотрудники IT-компаний приходят к нам в Центр церковного образования, совместно с нашими педагогами проводят занятия. Кроме того, заключено соглашение с Центром выявления и поддержки одаренных детей. Структура новая появилась только в этом году, однако результат уже есть. Центр работает по федеральному примеру, а искать таланты помогают конкурсы, подобные скретч-триатлону. В рамках научных направлений у нас есть направления, связанные с IT-технологиями, и для нас данное соглашение – это действительно некий рывок вперед для того, чтобы наши дети, которых мы будем обучать в нашем Центре со всей Ульяновской области, а не только с города Ульяновска, были ближе к такой перспективной индустрии, как индустрия IT. В перспективе через Центр пройдет не менее 10% детей Ульяновской области, а значит ряды юных талантов пополнятся, и кто знает, может именно наш регион займет одну из ведущих позиций в IT-индустрии.